у вас еще остались 10 вопросов куратору у кураторы у ангелов называется друзья и сейчас мы делаем запрос в энергоинформационном поле и приглашаем в эту комнату диагностики прийти куратор друга Натальи это мужчина снимается маски и голограммы фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК мы приветствуем куратора друга Натальи представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться великолепное место и я вас приветствую благодарим вас приветствуем меня мое имя Артем вы можете звать меня коротко Арт Арт хорошо уважаемый Арт мы рады приветствовать вас в этой комнате диагностики представителя ангельского мира меня зовут Влад это Вера мы сегодня проводили чистку вашей подопечной убрали все что ей мешало вернули душу вернули контракты аннулировали ну все такое у нее остались 10 вопросов и она хотела задать вам эти 10 вопросов которые беспокоят будете ли вы так любезно уважаемый Арт ответить на эти вопросы вы не представляете как я счастлив для меня это праздник я столько сделал чтобы пробиться через эти преграждения чтобы душа вернулась и очистилась благодарю вас да я буду рад ответить на вопросы это наш долг это наша работа и мы с удовольствием ее делаем уважаемый Арт итак первый вопрос сколько моя душа имеет перевоплощений такой вопрос 11 земных воплощений благодарю вас второй вопрос на на каком уровне развитием находится моя душа скорее всего она имела ввиду высшее я и в этом случае 11 уровень высшего я и 9 ангельский и 9 ангельский благодарю вас третий вопрос кем я была в прошлой жизни ангелом абсолютно верно как вопрос поставлен так на него куратор всегда и отвечает это ирония я понимаю я отвечу я понимаю важность и любопытство до земной жизни благодарю вас чувствуется вы воплощались на а как же без этого не имея опыт на земле ты не можешь быть куратором никого не научишь на 100 процентов понять замечательно причину действий некоторых дождь хорошо прошлое воплощение было тысяча восемьсот тридцать пятом году это морские верфи постройка кораблей это санкт-петербург санкт-петербург россия хорошо российская империя мужчина была до мужчина я была связана с кораблями инженер или нет больше присутствия на кораблях на кораблях непосредственно или матрос или какой-нибудь офицерский состав сейчас секунду это было строительство но и но и опробка кораблей испытания на прочность испытания новых кораблей но это много надо знать безусловно благодарю вас еще что-то хотели добавить по этой теме была семья дети сколько прожила была жизнерадостным человеком да была любимая женщина жена был сын 78 лет прожила достаточно серьезный возраст для тех годов благодарю вас уважаемый арт до образованный мужчина достойно прожила жизнь отлично хороший опыт продолжаем конечно поехали дальше четвертый вопрос с какой я планеты прибыла на землю дом моей души девятый ангельский уровень это не планеты это уровень частот с определенными вибрациями и осознанность ангелов благодарю благодарю я вас следующий вопрос пятый в чем мое предназначение помогать людям стать лучше или что-то другое ангельские души всегда помогают людям помогают они даже не замечая того добротой улыбкой и отзывчивостью ты же не можешь пока помогать людям ты не могла помочь сама себе накопив столько подсиленцев и раздарив свою ангельскую душу не научившись защищать себя и работать со своей душой и энергиями ты не можешь продвигаться дальше получая новый опыт твоя осознанность тормозит путь к ней вернее тормозится тем что твоя душа была потеряна в контрактах и других делах в данный момент дорога открыта но тебе нужно многому обучиться чтобы получить свое предназначение как ты говоришь в вопросе самое главное предназначение ангельской души это нести свет и доброту и помощь но должна душа быть полной и готовой защищенной чтобы не растерять себя помогая другим благодарю благодарю вас уважаемый арт перехожу к следующему вопросу мне досталась нелегкая судьба это моя карма или карма рода или так я должна была получить урок то какой это необычный вопрос я бы сказал не совсем правильный сама выбрала свою судьбу поставив определенные задачи перед воплощением твоя душа должна была оставаться как я уже говорил доброй и защищенной с чем-то ты справилась а где-то поддалась влиянию влиянию и ненужному терпению унижению души это не должно было случиться душу душа должна быть защищена а ты много раз давала ее в обиду не делая правильные шаги не меняя свою жизнь ты просто терпела и надеялась что завтра будет лучше надеюсь лучше стало но годы потеряны развитие не было принято и понято другими словами не надо давать свою душу в обиду нужно защищать ее от интерферентов и других людей живущих на земле я думаю я понятно объяснил благодарю я благодарю вас уважаемый арт все понятно благодарю вас за этот развернутый ответ я перехожу к следующим вопросам он вам понравится я всегда чувствовал что могу летать высоко начала медитировать и там увидела себя с огромными белыми крыльями я всегда лечу вверх к божественному свету кто я ангельская душа я лишь хотел добавить об опасности медитации и выхода из тела когда ты делаешь это неправильно и не понимаешь какого свету ты летишь интерферентом очень легко изобразить любой свет святого и даже ангела в этом я и говорил что нужно защищать свою душу и понимать то что ты делаешь как от интерферентов так и от людей живущих на земле благодарю я благодарю вас уважаем арт за этот ответ абсолютно верно вы все правильно сказали интерференты могут любой вид принимать человек должен просто иметь какую-то долю недоверие к тому что он видит анализировать это и уметь проверять иначе невозможно отличить интерферентов от какой-то свет идет а какой не идет это мы просто из практики нашей работы замечаем часто такую проблему я перехожу с вашего разрешения к 8 вопрос у меня есть какая-то связь с умершими с потусторонним миром они все хотят пойти за мной приходят разные и самоубийцы тоже не понимаю что они хотят они заставляют меня думать только о них я сопротивляюсь отгоняя их это что мой дар и как им управлять я побаиваюсь здесь не нужно бояться я научу у тебя открывать им портал они видят твою душу и думает что ты это умеешь не надо их отгонять это делается элементарно откроем воронку над своей головой они пройдут через твои чакры и выйдут в свой портал после этого обязательно закрой у тебя достаточно энергии и полная душа бояться не надо и отгонять они никуда не уйдут умершим и не не упокойным душам очень трудно найти кто-то кто может открыть им портал поэтому когда они видят потенциал они собираются вокруг даем выход это не принесет тебе вреда это сделаешь доброе дело для неупокойной души как я уже сказал постарайся представить свой внутренний стержень идущий от копчика к верхней коронной чакре он светлый как ангельский свет над ним постарайся открыть портал в виде воронки которые не упокойная душа сможет уйти после того как она уйдет закроет от портал не только арт у нас очень много на канале для наталья говорю очень много видео где мы отпускаем не упокойные души они к нам регулярно приходят это наша часть нашей работы они видят какой-то определенный свет в нас как они сами рассказывали и знает что мы можем им открыть этот портал и мы с девятым вопросом в чем мой источник зарядки энергии мне непонятен вопрос в чем источник зарядки на земле я не знаю как заряжаться энергиями правильно или как заряжаться ангельскими и руководить ангельскими энергиями поясните пожалуйста вопрос арте я бы с удовольствием ответил вам на этот вопрос но дело в том что я сам его не понимаю читая вопрос еще раз в чем мой источник зарядки энергии и я тогда скажу так как я понимаю вопрос самое простое которое может делать каждый человек и душа на земле первое это семь чакр самых известных вам семь чакр основных энергетических центров они имеют каждый свой цвет именно этими цветами радуги вы можете заправляться энергиями представляя как они входят из макушку вашей головы спускается до копчика и каждый цвет наполняется своим своими энергиями каждая чакра заполняется ваши семь тонких тел разрастаются дальше вы можете поднять вибрации в этих чакрах у каждого свои вибрации разброс может идти от 20 герц до 35 для взрослого человека с практикой твои вибрации это 25 26 27 герц зависимости от настроения состояния и упадка сил а также болезни ты можешь поднять вибрации например сердечной чакры или в галку горловой чакры немного больше чтобы увеличить работу энергии в этом энергетическом центре это одна из практик закачки энергиями вторая практика это ангельские энергии как эти выглядят я уже сказал это света белый свет белый и теплый свет который также ты можешь пропускать по чакрам это твой дух внутренняя сила и твой стержень который ты должна укреплять и как я уже сказал не раздаривать свою душу направо и налево укреплять и защищать твой внутренний стержень прочитай еще раз манифест там очень красиво описано и прими каждое слово к сведению за то что ты берешь ответственность за свои энергии и потом уже ты говоришь что к тебе не подходили многие люди слышат только запрет на вход но забывают об ответственности за свои энергии это самые элементарные и простые способы получения энергии благодарю благодарю вас арт и у меня остался последний десятый вопрос что мне нужно для духовного роста быть целостной защищать свой дух быть в гармонии и балансе чтобы слышать и видеть знаки вокруг тебя которые приведут тебя к духовному росту которые дадут информации для твоего духовного роста благодарю благодарю вас уважаемый арт вопросов больше не осталось если вы хотите активировать ангельский стержень или что-то от себя добавить был бы самый лучший момент да я с удовольствием активирую ангельский стержень активируя его и я хочу чтобы ты видела что происходит дай мне твои руки ладони сейчас я подсвечиваю своей ангельской энергии твой внутренний стержень и ты можешь видеть как твой дух твое намерение подсвечивается по всем чакрам переходя в твои крылья которым тоже нужна ангельская энергия готова благодарю вас уважаемый арт вопросов больше нет мы все сделали остался маленький нюанс о котором возможно еще не знаете хотя в ангельском мире уже об этом знает хорошо каждому куратору каждому учителю который к нам приходит в эту комнату диагностики мы обязательно делаем один определенный подарок и верочка в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые есть на земле 1 2 3 мы спрашиваем разрешение арта передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь за эту встречу и просто на добрые воспоминания великолепно и неожиданно благодарю вас за этот подарок за теплую атмосферу и за эту встречу передавайте привет от нас веры ангельскому миру мы будем рады всем кураторам которые достучаться до своих подопечных мы готовым открыть эти двери в которые они дальше пойдут сами это прекрасно нам очень не хватает связи вам во многих случаях нас не слышит благодарю вас благодарю я вас всем доброго и я говорю до скорых встреч до скорых встреч и рассинхронизируйся верочка готова хорошо наталья мы закончили встречи с вашим куратором вы получили ответы на все свои вопросы да я жалею что я не задала другие вопросы но мне пришло много информации я благодарю вас за эту великолепную встречу замечательно если у вас будет желание поработайте сначала покажите какие-то достижения встречи с куратором всегда можно организовать в лучшем случае вы сами научитесь устанавливать с ним контакт а сейчас мы будем возвращать вас назад вашу систему биоробот душа чтобы все эти энергии перешли на физический план и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию натальи в ее систему биоробот душа заводим подключаем ее каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами и отключаясь от объекта и поднимаясь в свою комнату диагностики пошел подъем указать Продолжение следует...